Один из воинов Великой Отечественной войны вернулся домой спустя 82 года. В Тиберде почтили память краснофлотца Мурата Карбиевича Семенова, погибшего в Ленинградской области в 1942 году. Подробности в сюжете корреспондента Артур Мхце. В годы Великой Отечественной из Тиберды на фронт отправились четыре брата Семеновых. Ни один из них не вернулся домой живым. У родственников не было никаких сведений о местах захоронений. Но вот в конце мая 2024 появилась информация, что поисковики Ленинградской области обнаружили на территории ожесточенных сражений личные предметы одного бойца. По ним и удалось идентифицировать человека. Он на своем значке ГТО написал свою фамилию, имя и только по этой причине могли его идентифицировать. Потом вышли на нас, вернее искали, искали, не могли найти. И один из друзей поисковиков, он живет в Кисловодске, сказал, что именно у Карачаевцев есть такая фамилия, имя, потому что район был записан с ошибкой, поэтому найти не могли сразу. Но в течение трех дней они вышли на нас, и мы подтвердили свое родство с этим человеком. Речь идет о связисти 2-го стрелкового батальона 6-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота Мурате Семенове. Муратбий Карбиевич учился в Ейском военном училище. Затем в 1942 году его в составе морских пехотинцев забросили в тыл врага в Ленинградской области, где он в числе последних 30 бойцов и погиб. Поисковики из Объединения Святой Георгии пригласили к себе родных краснофлотца и передали все, что было найдено в блиндаже, в том числе лопату, кружку, именной значок. Для нас, для всех Семеновых, всего моего народа, всего российского народа, для нас это большое событие сейчас. Мы будем по нашим обычаям хоронить его. Кто будет присутствовать, кто пришел, оставил свои дела, работу, пришел здесь. Дань памяти нашим погибшим ветеранам, моему дяде, огромное им спасибо. В этот день около мемориального комплекса в Тиберде собрались представители городской власти, общественных организаций, сотрудники регионального управления Росгвардии. Несколько поколений горожан отдали дань уважения защитнику Отечества, который спустя 82 года все-таки оказался на родине. На памятной плите в списке погибших участников Великой Отечественной значится и он, Мурадби и Семенов. Его останки с почестями предали земле. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Слова великого полководца Александра Суворова актуальны по сей день. Благодаря работе поисковиков в страницах истории Отечества остается все меньше белых пятен. Артур Максим, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Тиберда.